Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вильена! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал! Канал у нас с общими раскладами, с ритуалами, с онлайн-ритуалами, с медитациями, которые пригодятся в вашей жизни. А также с раскладами и моим голосом, это гипноэзотерика, вы привлекаете в свою жизнь положительные эмоции и положительные события. И мои расклады, они очень часто, даже общие, они общие именно расклады, они очень часто сбываются. Это и есть гипноэзотерика. Пожалуйста, все, кто подписчики, проверьте свои подписки и колокольчики. Их YouTube сбрасывает и не приходит уведомление. Пожалуйста, проверьте, перезагрузите, поставьте опять колокольчик темного цвета, даже если вы зашли и увидели, что колокольчик у вас темного цвета, сбросьте и еще раз нажмите на колокольчик темного цвета, который звенит. YouTube теперь не присылает по электронной почте уведомления о новых видео и не всегда присылает о новых видео подписчиков. Поэтому заходите сами на канал, мои расклады выходят через два дня, в крайнем случае через три. И я всегда об этом говорю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что это именно ваша плата за труд. Ничего в жизни нельзя, чтобы доставалось бесплатно, чтобы вам бесы платили. Это знает каждый эзотерик, потому что если мы где-то за что-то не оплатили, у нас возьмут самое дорогое. Так они работают. Это те силы, низшие силы, и они всегда ждут, когда где-то что-то можно забрать. Поэтому даже когда вы дарите подарки, возьмите копеечку с того человека, которому вы отдаете этот подарок, и получится энергообмен, купли-продажи. Всё. И никакая энергия плохая уже не сможет перейти к вам. Вы нейтрализуете этот предмет таким образом. Сегодня у нас будет такой расклад. Вызов мужчины. Мы будем его вызывать к вам через вот энергетику мою. Его чувства, его мысли. Какие действия к вам будет совершать, не будет. Посмотрим. Вы должны отойти от всего. То есть это как медитация. И ещё. Если вы зашли на этот канал, даже по ленте, значит, высшие силы вам сказали «зайди». Тебе здесь есть о чём узнать. Ничего в этой жизни не происходит просто так. Всё происходит по какой-то воле. Ангелы нам шепчут, и мы это действие совершаем. Или когда наоборот кто-то другой шепчет, и мы совершаем негативные поступки. Всегда интересно, что думает мужчина, что он чувствует, что на самом деле в его голове. Мы вот это и посмотрим. Подписывайтесь в группу Facebook. Смотрите видео мои в Яндекс.Эфире «Вивиена, эзотерика и жизнь». Здесь в YouTube два канала. Вот этот ведунья «Вивиена» и другой канал «Вивиена, эзотерика и жизнь». Также заходите в группу Facebook, в страницу ВКонтакте. Пишите там сами о чём-то интересном. Пожалуйста, мне интересно ваше мнение. Читаю все комментарии, которые здесь в YouTube. Если вам нужно лично, мой контактный номер у вас перед глазами плюс 995-593-36-9544, а также в описании и в закреплённом комментарии. Пожалуйста, смотрите. И, пожалуйста, обращайтесь. Очень, вот под видео, которое вышло до этого, девочка, которая у меня была, женщина, для меня вы все девочки, кто девочке обращается. Она написала комментарий. Я была на личном приёме. У меня такие эмоции, такой восторг. Благодарю тебя, Оленька, и благодарю всех, кому я помогла в этой жизни. Увидеть свет. Я снимаю порчи, снимаю сглазы. И просто, когда вы слушаете мой голос, вы можете засыпать, или у вас льются слёзы. Это снимаются небольшие негативы, сглазы, зависти, обиды. А сегодня будем делать расклад. Успокоились. Ни о чём не думаете. Колод у нас две. И третья ещё колода Ленорман. Успокоились. Представьте, что вы на море. Перед вашими глазами стоит образ вашего мужчины. Можете представить, что вы держите его за руку. Он поворачивается к вам лицом. Вы смотрите глаза в глаза. Глаза открыты. И у вас, и у него. И говорите, я вызываю тебя на разговор. Что ты на самом деле чувствуешь? Думаешь? Какие у тебя мысли? Какие у тебя действия? Что с тобой? И мы начинаем. Смотреть будем по разным колодам. Сейчас я вам посмотрю, какой мужчина. И тогда сразу начнём. Если вам подходит, то, пожалуйста, смотрим расклад дальше. Расклад общий. Если вам не подходит вот начало о том, что какой мужчина, то тогда переходите дальше или посмотрите другие видео на двух моих каналах. Мой голос несёт исцеление. Мой голос несёт исцеление. Вы исцеляетесь сейчас. Вы абсолютно спокойны. Вы слышите только мой голос. Представляете образ своего партнёра. Спрашиваем. И вызываете его на разговор. Вы его вызываете. А я через вас вхожу в его голову, разум, душу. Какой мужчина, что у мужчины сейчас. Ну, ты наш король. Чё котки-то хозяин. Так. Знаете, прям первая карта вышла. Медведь, Паринарман. Я всегда смотрю характеристику. Так удобно. Очень они характеризующие карты. Очень чётко показывают. Вот знаете, у человека сейчас какое-то переосмысление. Он отрезает что-то тёмное, что ему было непонятно. И он на самом деле такой вот я хозяин. Хозяин чё котки. И у него сейчас действительно, возможно, он болел. Или он был в каком-то неадеквате, допустим, пьяный. Или ещё под чем-то. И он уже это отрезает. Или он действительно узнал какие-то тайны, которые от него скрывали. И он сейчас это отрезает. Что ещё с мужчиной? Что за мужчина? Да, у кого-то будут действительно тайны. Так, я могу вам сказать, что у этого мужчины действительно произошло, произошло какое-то вот то просветление, что ли. Он чего-то отрезает. Он узнал что-то о какой-то женщине. Это может быть и мать, и соперница, и сестра. Что, понимаете, они его как внутренне убивали. Может быть, и натурально убивали. У кого-то действительно пройдёт, что печальное событие от этой женщины. И мужчина, понимаете, сейчас находится в каком-то тревожном состоянии, возможно, даже конфликтном таком состоянии внутри. Потому что он каким-то образом или разоблачил, или узнал о каком-то обмане, о каких-то интригах, о какой-то лжи. И вот для него это внутренне как смерть. Вот, понимаете, бывает иногда, что мы узнаём что-то, это внутренне прям как убивают нашу частицу жизни. Вот у него сейчас это, и он это отрезает. Вот странные события происходят, что у мужчины у многих выйдет действительно, что он узнает о каких-то магических воздействиях, которые на него оказывали. И, знаете, он как будто вот будет, вот как будто он благодарит вселенную, может кого-то ещё. Вот он о ком-то вспоминает с какой-то теплотой, благодарностью, как будто вот он сейчас, у него были закрыты глаза, ему всё открывали, открывали, и он сейчас открыл их. И тут идёт тоже какая-то женщина, возможно, это вы. И он понял, что вы были правы. Вот такое сейчас происходит с мужчиной. Мужчина любит о себе себя показать, понимаете, какой я мачо, какой я герой, какой я, все на меня смотрят, петух я гамбургский. Но сейчас ему уже не до петуховства гамбургского не распускать свой хвост, зеленоватый, перламутровый. Сейчас у него идёт ломка внутри. Он как будто раскрыл, как будто у многих, что он раскрыл какой-то обман. Он раскрыл какую-то ложь, он раскрыл неискренность. И ему сейчас очень тяжело проходить эту ломку. И вот кого-то он вспоминает, что кто-то мне говорил об этом. У многих, да, выйдет, что говорили тебе, что эта женщина совершает какие-то поступки. У некоторых это будет магически, у некоторых будут просто неблаговидные поступки и обманы. И он вспоминает кого-то, женщину очень благодарна, как друга, что его предупреждали. А он тогда не мог открыть глаза. Его глаза были тогда в паутине. Вот такая у нас характеристика мужчины. Подходит вам. Пожалуйста, смотрим дальше. Отодвигаем его характеристику. И смотрим дальше. Вызов мужчины. Вызываю мужчину. Вызываю вашего мужчину. И через карты всё скажется правда. Через ясновидение, через мой поток. Карты, знаки. А поток ясновидения при мне. Вызываю мужчину. У многих после этого расклада мужчина даст о себе знать. Разным способом. Или о нём вам кто-то расскажет, если он далеко. И если он вам не пишет, а у кого-то действительно появится, мой голос вызывает. Через вас. Это вы его вызываете. И вы через меня с ним общаетесь. Какие мысли? Вот вызываем его. Посмотрели, что у него есть. И что он думает? Вот что он думает о вас? Что он думает о вас? Ух ты! Человек мечется-то как? Как человек мечется? Тяжело он в мужчине. Что он думает о вас? Знаете, у многих пройдёт, что вы на расстоянии. Или отдаление в отношениях. Но знаете, могу сказать, что мужчина-то действительно петух гамбургский. Он и на вас злится сейчас, и на кого-то злится. И вот понимаете, кусачий. Собака бывает кусачей только при жизни собачьей. От жизни собачьей, да. Потому что связывает какие-то основы, какой-то дом, что он думает о вас, что вы действительно какой-то вот такой друг. И вот как бы в прошлом у него, что у него были обиды, злобы на вас. Даже какая-то, может быть, месть чего-то проскакивала. А сейчас или между вами как зигзаг пролетел, или вы на расстоянии, и вы для него вот такая вот опора, основа, друг. Вы действительно опора и основа. Как он думает, это мы смотрим, что он думает о вас. Ну, какое-то отдаление, и он почему-то очень желает приблизиться. Какую-то ошибку понимает. Вот, что в прошлом, в прошлом он что-то косячил, косячил. Что он думает о вас? Что он думает о вас? Ну, что он думает о вас? Мужчина очарован вами. Мужчина, вы в сердце у него. Вы для него и женщина такая, которая именно воплощение, воплощение матери, воплощение женщины, воплощение красоты. Для каждого мужчины своя красота. Кому-то нравятся 30-килограммовые, а кому-то 130-килограммовые, кому-то черненькие, кому-то беленькие. Вы думаете, что вы... Там кто-то думает, ой, я толстая, некрасивая, а он думает, господи, какая очаровашка, ну, французская булочка, ну, просто очаровашка. У мужчин другое представление. Что он думает о вас? Да, тут очень хорошее чувство, мысли о вас. Знаете, у некоторых мужчин может быть немного жадноват, и вообще он жадноват не только в деньгах, он может быть жадноват и скуповат в эмоциях. А его раздирают, вот эти мысли о вас, его раздирает, у него прям аж все внутри горит. Мы будем смотреть и мысли, и чувства одновременно. будем смотреть на двух колодах. что он еще думает о вас? О, что вы женщина, так женщина. Женщина, которая знает, как идти вперед. Женщина со своими устоями. Королева наша. И вот он у нас вышел. А он, понимаете, вот говорю, корявенький такой, характер такой, по-моему, должно быть. Ну, хозяин же, что котки-то наши. Любимая моя фраза. Ну, что он думает о вас? Ну, вы озарение. Вы есть озарение. Вот карта солнца. И эта карта одна из лучших. Второго. Карта солнца. Вы озарение. Вы его свет. Ну, корявый, накорявил много чего. Теперь не знает, как разгребать. Что он думает о вас? Вот кто на расстоянии? Или у кого-то там как-то... Знаете, он желает, желает вас и в прямом, и в перемостном смысле. Вы для него какой-то подарок. Ну, и что тут говорить? Вот мы здесь смотрим и чувства, и его мысли. Девятка чаш всегда говорит о любви, об отношениях. Ему с вами... Понимаете, когда он рядом с вами, ему вот какое-то тепло, так легко. Вот когда он вас вспоминает, знаете, он вспоминает, что такое вот... Сколько я обид принес. Вот видите, где-то там самокат или мотоцикл решили. Это знак. Все, что вот во время расклада, во время ритуала даются знаки. Вот здесь дается знак, что это действительно верно. И понимаете, он когда вспоминает вас, вообще без вас, и думает о вас, и мыслит, у него такое тепло. И... Вы знаете, какие мысли? Какой же я был дебил, а? Ну, какой я был дурак. Зачем я все время ее цеплял, чего-то корявился? Чего я хотела доказать? А ведь она оказалась права. Вы оказались правы. Что еще он думает и чувствует о вас? Вот этот мужчина наш любимый. Ну, понимаете, выпадают карты, которые говорят сами за себя. Он не может, у него любовь. Единственное, что, говорю, и вышло так, что человек познал какую-то истину. Вот открылись у него глаза. И вот знаете, как... И вот когда он действительно... Ну, сейчас он понял, как что он думает о вас, что он понял, что вы очень сильная женщина. Сильная женщина, как у Некрасова, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. И он хочет к вам приблизиться, хочет сблизиться с вами. Но, понимаете, он... Он вот сейчас боится. Он как дурачок. Вот, знаете, как дурачок. Что он еще думает о вас? Ну, знаете, он считает, что он разбил сердце себе, что вы разбили его сердце. Он никогда не думал, что так будет, потому что всегда ему все как-то сходило с рук. Одна, вторая, там еще что-то. То есть, а тут вы разбили сердце. Он не понимает, почему он думает о вас, почему его сердце чувствует, почему он так переживает внутри, а старается показать, я как сказала, петух гамбургский. У меня все прекрасно, хорошо, у меня там так и так, и всякое у меня. А на самом деле мысли и чувства у него другие о вас, а он понимает, что как ему трудно. ну да, что он понимает, что он то ли не дорос, как я так же говорю, вот видите, красненькие штанишки, коротенькие красненькие штанишки, коленочки торчат, не мужичок еще. И у него действительно, а вас, конечно, вы вызываете у него чувства, конечно, как и партнерши, что он мужчина, а вы женщина. Вы его очень сексуально притягиваете, но понимаете, мужчина такой немножко, немножко, хорошо корявый, с таким характером, вот может, понимаете, начать щипать или чего-то унижать, или говорить просто вот так вот, понимаете, у него, нет, я же мужик, я должен это сказать, а на самом деле думает совсем другое. Давайте еще посмотрим, что он думает, что он чувствует о вас. Такое, вы знаете, какое идет тепло от расклада. Мужчина как будто вот, вот видите здесь, как будто что-то осознал. А потом посмотрим еще действия. Что он еще думает, чувствует о вас? Ну, вы приносите ему праздник, да, у некоторых, конечно, это может быть и треугольник, но, понимаете, вы для него, что он чувствует, в мыслях у него, вы движение вперед, он, когда о вас думает, у него тоже движение вперед, вы радость, он улыбается, когда вспоминает, когда один на один. И в то же время он действительно очень страдает. У тех, кто разошелся, или действительно какой-то конфликт, или недопонимание, человек страдает. Ну, понимаете, как я сказала, он страдает, лежит, ну, нет, я не поднимусь, я не поднимусь, я же, мне так плохо. Нет, я не поднимусь. Что еще он думает о вас? Да. С одной стороны, вы как свет ему в окошке, а с другой стороны, ой, конечно, то есть чувства его переполняют. Тут его переполняют чувства, и говорит, тут нечего. Туз, туз кубков, это эмоции, это любовь, это достижение таких вот целей, красоты и всего прочего, мечты сбываются. И знаете, и вот именно вы его научили как-то бороться, что ли, в жизни, смотреть по другим глазами на этот мир. Что он думает о вас? А думает он о вас, что вы такая женщина, как мужик в юбке бываете? Вот я уже сказала, как коня на скаку остановите. А чувство у него такая, вы знаете, вот я говорю, делаю расклад, вот иногда делаешь расклад, и такая какая-то горечь, как-то не пред... А здесь такое тепло, вот я влезаю в эту голову, в душу мужчины, который вы загадали, мужчина, мужчина переживает. Но мужчина тут на самом деле, мужчина, мужчина такой, что он, вот понимаете, он совершает какие-то нехорошие поступки, неблаговидные, но вот чтобы искренне покаяться, нет. Он понимает всё, но покаяться, нет. Признаться, что там он вас обижал, нет. Ну давайте посмотрим, что всё-таки он чувствует такое, что в чувствах, мы также в чувствах, ну конечно в чувствах, вы женщина-сила, вы женщина-сила, это вы женщина-сила, вы женщина-сила, и он вам пытается показать кубок любви, ну прямой какой. Вы та женщина, которая приносит, приносит золото, даёт свет, монет. Замечательный туз, монет, замечательный, потому что это исполнение желаний. И вот-вот показывает, что он думает, чувствует, любовь-то он чувствует, но он очень боится признаться. Мальчик-то ещё не одел штаны, вот видишь, даже тут вообще в юбке мальчик, юбшник, под юбшник. Показывает, что он такой у нас, прямо с мечом, а на самом деле нож кухонный в руке, капусту резать. Вот что он думает и чувствует, он действительно такой, то есть да, у меня чувства есть, да, но я же мужик, я должен делать как мужик, но он ещё вот как-то хочет дорасти до этого императорского чина, императорского сана, ну, пока не дорос, потому что вы его внутренне сильнее. А давайте посмотрим вот такое вот, а где, что у него действительно в чувствах, чувства у него какие, какие у него чувства, какие у него чувства. Какие у него чувства, посмотрим, какие чувства. Всё-таки, что прям в самом сердце, это тут и разум ещё, потом посмотрим, а действия, вот к действиям-то особо не готов. Очень желает, очень, но лежит и думает, ой, страшно, ой, не могу, а шо там Марьяна Редревна расскажет из соседского домика. Да, я вам говорю, что чувства, у него опасность. Он боится, что он, признаясь в своих чувствах, показывая свои чувства, он боится, что его за это, вот понимаете, для него это как будто как унижение, вот так вот признаться, признаться в том, что он делал ошибки, а он там наколбасил, так наколбасил, что у него ещё в чувствах. А в чувствах ваших, вы, счастье, любовь. Дети, вот что вы, такая женщина, от которой очень бы хотелось иметь детей. И что у него ещё в чувствах. Это замечательные карты любовные, замечательные. И понимаете, а он хотел бы вот в этих качелях, или какой-то неуравновешенности, вот в том, что он что-то отрезает, понял что-то, он хочет стабильности, покоя, тишины, стабильности, без того, чтобы его кто-то учил, как жить, просто жить. Вот понимаете, человек так устал, он хочет просто дышать и жить. А может быть, это самое важное, это и есть истинная вот любовь. Каждый должен жить сам для себя, а мы никому ничего не должны. Ни ваш партнер вам ничего не должен, ни вы ему не должны. Принимайте таким, как он есть. Хотите жить с мужчиной, я каждый раз говорю, как психолог, как гипноэзотерик, если вы хотите жить с мужчиной в паре, принимайте его, какой он есть. А не хотите, хотите учить, то идите в школу и учите маленьких, неразумных детей. и живите тогда одна, как большинство училок. А они в основном одинокие женщины, потому что они и в школе долбят, учат, и домой приходят, точно так же всех подряд в строй ставят. И давайте посмотрим все-таки действия. Это все-таки будет, он очень хочет действия, потому что у него сейчас происходит переосознанность, вообще переосознанность. и будут ли действия. Его действия. Мы его вызываем. Посмотрите, как он... Вот, понимаете, когда начинаешь вызывать человека, вот расклад, это не просто расклад, это для вас карты, а для меня это начинается магическое действие. Я воздействую на мозг большинства, вот этой группы людей, которых вы заказали, загадали. Это именно действительно гипноэзотерика. такое идет. Мужчина выходит, вышел на контакт, очень быстро вышел на контакт. Вот что сказать-то. То, что он сейчас или болеет, или действительно очень переживает. Переосмысление какое-то. Да, он думает о том, как надо и деньги зарабатывать, и будет ли действие для того, чтобы... Да, у него, возможно, обман был и по деньгам, может быть, и по недвижимости. И он переосмысляет вот это вот то, что с ним произошло. Произошло тут действительно по голове кувалды. Так стукнули, что сначала было ни дохнуть, ни пукнуть. Будет ли он действовать после всего этого? Да, мужчина сначала... Он хочет действительно стабильности, и мужчина тут действительно желает действовать. Он желает разобраться по справедливости. Будет ли действовать? Да, желания у него очень большие есть. Но сначала... Он сейчас еще не очень готов. Но чуть позже тут мужчина действительно начнет действовать. Ну, у кого, например, отношения, тут действительно мужчина как-то появится, переосмыслит. У некоторых будут действительно отношения. У кого-то будет... Кто-то придет с раскаянием. Может быть, вы уже скажете, мне это не нужен. Неважно. Или человек просто переосмыслит, что с ним случилось и какой урок он прошел. А у некоторых будет действительно предложение руки и сердца или предложение жить вместе. Тут действительно действия пойдут. У кого расстояние или просто захотят обнимашек, то здесь действительно встреча. Здесь мужчина начнет действовать, но тут идет срок. Потому что мужчина должен переболеть. Вот знаете, когда мы болеем гриппом, допустим. сначала температура, мы лежим целых 5-7 дней с температурой, 38-40. Потом у нас начинается отходняк, болезнь отходит. Нам тяжело, тяжело вставать, тяжело ходить. А потом идет восстановление. Вот это реабилитация. Вот сейчас у человека происходит реабилитация. Он отходит от болезни, от такой вот болезни, может быть, и в переносном смысле. Слушайте, пожалуйста, расклады внимательно, потому что здесь человек распознал какую-то фальш и неправду. И он через какое-то время начнет действовать. Но после этого расклада действительно у кого-то он объявится, и я его еще раз вызываю. Я вызываю вашего партнера. Вызываю. Иди, приходи, позвони, сообщи, хоть сам, хоть через кого-то. Ты слышишь, и ты будешь действовать. Сообщи, приди. У всех по-разному это произойдет. Вызовы срабатывают, даже если человеке кто-то сообщил. Если вы даже увидели его случайно на улице, это тоже вызов сработал. Это не обязательно, что он ворвется в вашу дверь и начнет вас кружить около люстры. Вот такой у нас был расклад. Я всем желаю найти свое предназначение, потому что именно это, когда вы находите свое целевое предназначение, вы даете миру именно свое как бы я и за это ваше я воплощение в мир, мир дает вам материальные блага. А на данный момент материальные блага это основа нашей планеты Земля, как живет эта планета. И когда есть материальные блага, то вы притягиваете и любовь, потому что там, где любовь, там и деньги. Где энергия любви, там есть энергия денег. Где энергия денег, туда притягивается и энергия любви. Вы можете кто-то противостоять моему или перечить тому, что я говорю, ну я уже много лет работаю, у меня больше, наверное, 26, а то и больше уже лет стажа, да, я уже даже не могу вспомнить. И поэтому на практике очень убедилась в этом. Кто дарит любовь, излучает любовь, к тому идут и материальные блага. Кто живет эмоциями радости и счастья, а я вам всегда улыбаюсь, и вы сейчас чувствуете, что я вам улыбаюсь, к тому идут и материальные блага. А я прожила очень тяжелую жизнь, и если я вам бы рассказала про свою жизнь, то у вас уши закрутились бы в трубочку, и, наверное, не смогли бы раскрутиться. А я улыбаюсь жизни и рада. Каждому дню, даже когда мне тяжело, как я сегодня сказала своей тоже женщине, которая была на приеме, мне когда очень тяжело, я открываю окно, у меня в окне я показывала свой двор, как тут красиво, я открываю и вижу, как там растут деревья, орехи, розы, кустарники, которые цветут какими-то необыкновенными сиренево-розовыми цветами, птицы щебечут, и я сразу говорю, здравствуй, день новый, я посвящаю этот день сегодня людям, которых я буду принимать, чистки, которые я буду делать, я посвящаю этот день людям вот таким-то, таким-то, и начинается мой рабочий день, и я вам улыбаюсь и желаю вам тоже самого научитесь, научитесь так радоваться, и вы увидите, что мир просто откроет все ворота перед вами, вам даже не нужно будет ключей, двери будут открываться сами, пока-пока, с вами была Вивьена, до новых встреч, проверяйте колокольчики, уведомления не приходят, заходите просто на канал, набирайте Вивьена, пока-пока, б muốn заработать, пока-пока, б Продолжение следует...